Северный полюс 20 июня в 19.30 по московскому времени самолет совершил благополучную посадку на аэродроме военной базы в американском городе Ванкувер. Протяженность перелета составила 9100 километров, в том числе 5900 километров над океаном. Длительность полета 63 часа 16 минут. Американцы с восторгом встретили экипаж. Летчики были приняты в Вашингтоне президентом США Рузвельтом. Этот полет способствовал улучшению отношений между СССР и США и послужил основой дальнейшего плодотворного сотрудничества. В память об этом в Ванкувере создан небольшой музей, посвященный этому историческому перелету. Уникальный самолет АНТ-25 был создан конструкторским бюро Павла Сухого под общим руководством Туполева. Также Павел Сухой работал над проектом дальнего бомбардировщика ДБ-2. Вариант этого самолета получил название «Родина» и был приспособлен для дальнейших рекордных перелетов. На нем летчицы Валентина Грязодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова совершили беспосадочный полет Москва-Дальний Восток. За создание этого самолета Павел Сухой был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. Эти знаменательные перелеты показали всему миру успехи Советского Союза в развитии авиационной промышленности. На следующий год КБ Сухого побеждает в конкурсе на создание многоцелевого самолета, который проектировался под шифром «Иванов». 25 июля 1937 года летчик Михаил Громов поднял в воздух первую модификацию «Иванова», который при запуске в серию получил название «Су-2». Рассказывает, что шифр «Проект Иванов» возник после фразы Сталина. Самолет должен быть очень простым в изготовлении, чтобы можно было сделать столько экземпляров его, сколько у нас в стране людей с фамилией «Иванов». Этот самолет применяли в первые годы Великой Отечественной войны. К началу боевых действий ВВС СССР насчитывали 13 полностью укомплектованных полков «Су-2». Летный состав очень любил этот самолет за надежность, живучесть, удобство и комфорт в кабинах. В первый период войны, когда испытывалась острая нехватка самолетов, самолеты «Су-2» летали почти непрерывно, меняя экипажи во время заправки и выполняли по 10-12 боевых вылетов в сутки. Эти самолеты принимали участие в сражениях при обороне Киева и Москвы, сражениях за Сталинград, на Курской дуге и других боевых операциях. В 1940-1949 годах Сухой является главным конструктором КБ, базировавшимся на ряде заводов в Подмосковье и Москве и одновременно директором этих заводов. В 1942-43 году под его руководством был создан бронированный штурмовик «Су-6». А началось увлечение самолетами у гимназиста Павла Сухого еще в детстве, когда над ним пролетел самолет, пилотируемый известным русским авиатором Сергеем Уточкиным. Эта встреча оставила в его жизни необыкновенно глубокий след. И первое, что он сделал, придя домой, это забрался на чердак и стал мастерить собственную модель аэроплана. Будущий основатель знаменитого КБ, самолеты которого сегодня считаются одними из лучших в мире, родился 22 июля 1895 года в местечке Глубокое, Десненского уезда, Виленской губернии Российской империи в семье учителя. В 1900 году семья Сухих переезжает в город Гомель. В 1905 году Павел Сухой поступил в Гомельскую мужскую гимназию и в 1914 окончил ее с серебряной медалью. Спустя год он поступает в императорское высшее техническое училище в Москве. Казалось, Павлу Сухому удалось сделать шаг к своей заветной мечте. Но к тому моменту вовсю бушевала Первая мировая война, и студента Сухого мобилизовали в армию. Окончив школу прапорщиков, он до октября 1917 года служит артиллеристом на Западном фронте. В 1920 году Совет народных комиссаров выпустил постановление о возвращении студентов в ВУЗы. В 1921 году Павел Сухой продолжил учебу в Московском высшем техническом училище, где он получил те базовые знания, позволившие ему стать одним из ведущих конструкторов Советского Союза. Как в работе, так и в жизни его всегда поддерживала любимая семья. В послевоенные годы Сухой был в ряду первых советских авиаконструкторов, возглавивших работы в области реактивной авиации, создав несколько опытных реактивных истребителей. Истребитель Су-7 со скоростью полета, превышающей скорость звука вдвое. Су-9, Су-11, Су-15, Су-17, Су-24, Су-25, Су-27. Он был не только прекрасным конструктором, совершенствующим технические характеристики самолета, но и думал о безопасности людей. Им было применено новое средство спасения экипажа, отделяющееся от фюзеляжа кабина. Его знания и интересы были обширны. Он даже участвовал в программе создания искусственного сердца. На одном из ведущих предприятий СССР ОКБ Сухого в начале 80-х возникла группа по созданию пневмогидравлического насоса, способного временно заменить сердце человека и поддерживать его жизнедеятельность до момента, когда появится донорское сердце. НИИТИ и ИО совместно с Сухим разработали искусственный левый желудочек Ясень-22. Его клинические испытания прошли блестяще. У семи больных с тяжелой сердечной патологией насос продержался до 9 суток и спас им жизнь. Функции сердца восстановились. Павел Осипович Сухой умер 15 сентября 1975 года в возрасте 80 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. За выдающиеся работы в области авиационной науки и техники он награжден золотой медалью имени Академика Туполева. Дважды герой социалистического труда. Кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Красной звезды, Знак почета. Лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премии. Доктор технических наук. В его честь установлена мемориальная доска в Москве на Ленинском проспекте 7. Его имя присвоено Гомельскому государству и техническому университету. Установлены памятники в Гомеле-Глубоком. Названы улицы Витебские Гомели. В городе Кричеве установлен памятник его самолету Су-9. Выпущена серия почтовых марок с изображением созданных им самолетов. В плеяде великих отечественных авиаконструкторов имя Сухого по праву стоит в первой двойке. Ибо наряду с Мигом Брент-Су стал таким же всемирным стандартом русского оружия, как Калашников. И до сих пор является фактором страха для одних, надеждой для других, зависти и вожделения для третьих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok